Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь ко пришедшим к Нему иудеям. Овцы, моя глаза, моего слушают. И аз знаю их, и по мне грядут. И аз живот вечный дам им, и не погибнут вовеки. И не восхитит их никто же от руки моей я. Отец мой, и же даде мне боли всех есть. И никто же может восхитить их от руки отца моего. Аз и отец едино есьма. Взяше же камень и паки иудеи, да побьют его. Отвеща им Иисус. Много добра дела явих вам от отца моего. Закое их дело каменье мещите намя. Отвещаше ему иудеи глаголюще. А добре деле каменье не мещим натя. Но ахуле, яко ты человек сый, твориши себе Бога. Отвеща им Иисус. Нест ли писано в законе вашем? Аз рех, бози исте. Аще он и рече Боги. К ним же слово Божие бысть. И не можете разоритесь описания. Иго же отец святий и посла в мир. Вы глаголите, яко хулу глаголиши, за нерех, сын Божий есть. Аще не творю дела отца моего. Не имите ми веры. Аще ли творю. Аще и мне не веруете. Делом моим веруете. Да разумеете и веруете, яко во мне Отец и Аз в нем. Христос Воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня 8 июня, суббота. В этот день Церковь предлагает нам евангельское чтение от Иоанна, 10 глава, с 27 по 38 стихи. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Если он назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушить Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь. Потому что я сказал, я сын Божий. Если я не творю дел отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, слышим мы с вами сегодня. Это вновь продолжение речи Спасителя, обращенное к иудеям. Здесь Господь вновь свидетельствует о себе, как о Сыне Божьем. Эти слова поражают иудеев, и они готовы растерзать Христа. Господь начинает и продолжает эту беседу словами о том, что овцы слушаются голоса моего. То есть вы, во-первых, не из моего стада, но тем, кто слушает голоса моего, тем, кто идет за мной, я дам жизнь вечную, и он не погибнет вовек. Смерть для него не будет страшна. Со Христом смерть для нас ничто. Никто не похитит их из руки моей. То есть дьявол не сможет их вырвать от меня, если человек находится Христом. Если человек знает Христа, знает то, что он просит и говорит человеку. Отец, который дал мне их больше всех, говорит Господь. И вот дальше эти слова, которые настолько поразили и раздражили иудеев. Господь говорит, я и Отец одно. Вот то, что говорил он ранее, они пропускали мимо ушей. Они даже, может быть, и не хотели этого слушать. Но вот Господь произносит эти слова, я и Отец одно. И это они прекрасно понимают, то, о чем говорит Иисус. Он называет себя равным Богу. Можно ли это вообще помыслить себе, назвать человеку себя равным Богу? Я и Отец одно. Что Он себе вообще позволяет говорить? Они готовы схватить Его и растерзать. Они хватают камни вновь, как это было несколько ранее. И Господь спрашивает, вот за что вы хотите побить Меня камнями? Иудей ли за те добрые дела, которые я совершил? Во имя Отца Моего. Иудеи сказали Ему в ответ. И в английском он передает. Не за доброе мы хотим тебя побить. Да, действительно, ты делаешь добрые дела. И на них мы отчасти можем прикрыть глаза. Но часто Господь как бы в пику фарисеям совершает какие-то чудеса и знамения в субботу. Это тоже их, конечно же, раздражает. Но пусть даже и на это они готовы прикрыть свои глаза, пытаясь обличить Христа, Его учеников и так далее. За какие-то совершенно непонятные поступки, совершенные в священную субботу. Но здесь ты богохульствуешь. Что ты себе позволяешь? Ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Это невозможно. За это они готовы убить. О чем ты проповедуешь? Как ты можешь себя называть таковым? Спрашивают они. Эта злоба доходит до того, что они готовы убить Христа. Но Господь отвечает им. Не написано ли в законе вашем? Я сказал, то есть Бог сказал, что вы боги. В законе вашем, то есть в Писании. Как вы читаете Писание, если вы не помните этого, не знаете этого или не хотите этого понять? Вы есть те боги, говорит Господь. И действительно, такое в Писании мы можем найти. В Писании Ветхого Завета. Вы есть те боги. Эти слова обращены к каждому человеку. Ибо я уже говорил и ранее о том, ради чего приходит в мир Господь. Господь объясняет цель своего пришествия. Это спасение человека. Спасение заключается в обожении. В состоянии особенном, ради которого был сотворен человек. Ради которого человек был помещен в раю. Ради этого состояния, обожение, спасение, были даны человеку и дар свободы, чтобы свободно прийти к этому. Ибо действительно, Бог мог бы сотворить человека без этой полноты свободы. Но человек был бы некой марионеткой. И не было бы выбора между добром и злом. И это была бы не любовь. Потому что, как мы с вами понимаем, насильно мил не будешь. И любовь проявляется только тогда, когда есть свобода. И вот эту свободу каждый из нас, каждый человек должен употребить правильно. Так, как об этом говорит Писание. И достичь спасения. И вот здесь, прикровенно, в законе, как говорит Господь, речь об этом и идет. Я сказал, то есть Бог говорит, вы боги. Они, естественно, ничего не могут ответить Ему. И Господь продолжает. Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, то есть людей. Как же вы можете нарушить это Писание? Как же вы можете опровергнуть то, что есть в законе? Ведь вы называете себя учениками Моисея. Становится совершенно непонятным. И они молчат. Евангелист Иоанн не передает ответа их. Они молчат, ибо понимают, что говорят безумные вещи. Поэтому, как вы можете говорить Сыну Божьему, которого осветил Отец и послал в мир, что ты богохульствуешь. Потому что я сказал, я Сын Божий. На это они тоже ничего не могут возразить. Ибо Господь действительно говорит истину. И бьет самое сердце человека. И доносит эту истину для каждого из слушающих Христа. Если я не творю дело Отца Моего, не верьте мне, говорит Господь. Да, если я совершаю что-то, что противоречит закону и Писанию, не верьте мне. Они как бы пытаются как раз-таки найти эти противоречия. В том, что, например, Христос не хранит священную субботу и так далее. Но вместе с тем Господь объясняет все эти вещи. И они вновь оказываются проигравшими в этом диалоге. В этих своих претензиях, которые высказывают ученикам и саму Спасителю. А если я творю, не верьте мне. Верьте делам моим, говорит Господь. Чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Посмотрите на то, что я совершаю. Какие великие чудеса и знамения совершает Господь. Но если вы не верьте и делам, мы можем продолжить мысль Спасителя. Тогда, я не знаю, как вас назвать. То есть, эта логика ясна. Что если вы не верите мне, посмотрите, что я творю. Но если не верите и словам, и делам моим, тогда вы не можете быть со мной. Вы не можете принять это. Как мы уже говорили с вами, эта косность иудеев была в их крови, в их сердце. Они не хотели принять Христа таким, каким он о себе свидетельствует. Они хотели видеть его другим. Но другим Господь для них не будет. Он сам говорит, не дам вам знамения. Не дам. Потому что то, что совершается, до этого и будет совершено. Это вполне достаточно. Это все то, о чем свидетельствует о Христе, как о Сыне Божьем. Такое сегодняшнее евангельское чтение предлагает нам Церковь. Сегодня мы с вами читали Евангелие от Иоанна, 10 главу, с 27 по 38 стих. А я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч. Храни всех Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Аллилуйя.